Обманутые дольщики в скором времени это понятие исчезнет из обихода. Приобретая квартиру на стадии строительства, дольщик отдает свои деньги не напрямую застройщику, а банку, который создает эскроу-счет строящегося дома. А пока жилье не сдадут в эксплуатацию, средства будут храниться. В случае отклонения от сроков в полном объеме вернутся покупатели. Готовность к переходу на эскроу-счета обсуждали сегодня руководители строительных организаций банков на совещании в Доме правительства. День Х, 1 июля. С этого дня по всей стране начнет действовать новая система. Сейчас идет подготовительная работа. Банки прорабатывают систему выдачи кредитов застройщикам. Те, в свою очередь, рассматривают предложения различных кредиторов. К слову, сегодня в России 62 банка имеют право на открытие счетов эскроу. В Чувашии их 11. Две организации уже начали работу по проектному финансированию. Из застройщиков по этой системе работают три компании. И около 20 подали заявки. Важно подчеркнуть, изменения в законодательстве не отменяют программы государственной поддержки. Объем запланированных на 2019 год бюджетных инвестиций в строительную отрасль окажет существенную поддержку строительным организациям в условиях перехода на эскроу-счета. В бюджете республики заложено 16,1 миллиард рублей. Из общего объема средств на реализацию жилищных программ будет направлено 2 миллиарда рублей, в результате которых улучшит жилищные условия 4,1 тысяча семей республики. Это и молодые семьи, это ветераны, это ветераны боевых действий, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.